Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг 3 февраля, а также в ночь на 4 февраля местами ожидаются метель и мокрый снег с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики не исключают, что за ближайшие дни выпадет месячная норма февраля. Все профильные службы Самары уже мобилизированы. На вечернем совещании в мэрии проработали организацию работы. К уборке города, дорожные предприятия и районы привлекут дополнительно еще около 70 единиц техники. Она выйдет на помощь к той, которую ранее уже предоставили городу промышленные предприятия, дорожно-строительные и другие организации. Кроме того, этой ночью улицы города будут расчищать от снега вручную 100 дорожных рабочих. Завтра эта цифра возрастет вдвое. К утру планируется вывести на специализированные площадки порядка 6 тысяч тонн снега. Мы выводим в 4 утра всех начальников дорожных участков и выходят управляющие компании в 5 утра. Некоторые выйдут в 6. Для того, чтобы в данной ситуации, когда люди пойдут на работу, мы хотя бы то, что нападал снег, его убрали. Потому что он будет не прекращаться, он будет идти практически полтора суток беспрерывно. Я обращаюсь здесь к самарцам, что если нет необходимости, то не использовать личный транспорт. Дополнительные ресурсы для механизированной очистки планируется задействовать в две предстоящие ночные смены. Горожан просят на время снегоупорочных работ не бросать транспорт на обочинах, переставлять свои автомобили в уже очищенные локации, а особо неравнодушных, по возможности, если есть время, оказать посильную помощь своим управляющим организациям в уборке дворов. Профильные службы города трудятся без передышки. Снежная зима продолжает доставлять немало хлопот коммунальщикам. Нарастить ресурсы, темпы и объемы работ по очистке придомовых территорий и кровель поручили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Лена Лапушкина. Как в городе организован процесс, расскажет наш корреспондент. С самого утра во дворах Самары стоит гултехники. На улице Чернореченской тоже кипит работа по уборке снега. Расчищают проезды, парковочные карманы, пешеходные зоны и выходы из подъездов. Работаем максимально для того, чтобы территория была очищена и вовремя. Стараемся очистить также отмостки вдоль дома, для того, чтобы не попадала влага в подвалы. Работают и на высоте. Сбивают с крыш сосульки и очищают кровли от снежных шапок. Управляющие организации трудятся ежедневно. В период снегопадов в усиленном режиме. В железнодорожном районе Самары обслуживанием фонда занимаются 38 УК и 134 ТСЖ. Скатных кровель, которые требуют повышенного внимания, 545. Там, где техники не подступятся, в том числе, где проходят газовые трубы, за дело берутся альпинисты. В день они приводят в порядок в среднем до 20 крыш. Но в соответствии с поручениями областных и городских властей, объемы работ наращивают и в плане на сегодня только в одном железнодорожном районе 30 кровель. Часть из них требуется очистить по периметру, часть в полном объеме. Задействуют до 14 бригад. Перед началом работ на подъездах жилых домов развешивают предупреждающие объявления и ограждают территорию. На двухэтажках в основном, это дома 6-7 категории, работают бригады с шестами, сбивают сосульки, навесы. Работа сегодня под контролем. Помогает нам контроль осуществлять управляющими районами территории района. Жители двора уборкой на этой территории довольны. Говорят, только за этот сезон кровлю чистили больше семи раз. У нас очень хорошо убираются дворы. Дорога чуть замело, тут же приезжает трактор. И вот он до темна. В общем, мы пока очень довольны работой. Синоптики предупреждают, снегопад продолжится и в ближайшие несколько дней. Всего за двое следующих суток может выпасть около 30 миллиметров осадков. В связи с этим сегодня поставлены дополнительные задачи. По поручению городских властей необходимо заблаговременно активизировать работу дорожников и днем, и ночью. А также для оперативности привлекут дополнительную технику для расчистки и вывоза снега на специализированные площадки. Вопрос стоит в том, что обеспечить проезд общественного транспорта, максимально привлечь технику, максимально отработать взаимодействие между кварталами. Я имею в виду взаимодействие по улично-дорожной сети и работу управляющих компаний и внутригородских районов, чтобы все были обеспечены въезды в районы. Это касается, чтобы подъехала спецтехника, кареты скорой помощи и пожарная, на случай, если будет какой-либо форс-мажор. Высота снежного покрова сейчас составляет 62 сантиметра. Только в дневную смену сегодня расчисткой вручную занимались 3129 человек. Средств механизации – 313 единиц. 70 бригад предусмотрены управляющими компаниями для работ на крыше. В отношении недобросовестных организаций, которые вовремя не выполняют свои обязанности, принимаются соответствующие меры. В этой части административные комиссии районов также повышают контроль. Мэриил Чан, Константин Головин, События. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий, подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина. Такое решение было принято на очередном заседании городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как предотвратить рост числа заболевших и какие меры будут приниматься к тем, кто нарушает требования Роспотребнадзора, расскажет Ольга Павлова. Соблюдению социальной дистанции и масочного режима особое внимание. С учетом роста числа заболевших, а за последнюю неделю количество зараженных выросло в 2,5 раза, беспрерывный контроль за исполнением требований Роспотребнадзора должен осуществляться в торговых, офисных центрах, банках и общественном транспорте. В автобусе, в трамвае, в троллейбусе, в метро. Вплоть до того, чтобы остановить подвижной состав. О переходе на удаленку общеобразовательные учреждения будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидобстановки. В настоящий момент на карантин закрыты 14 самарских школ и 1629 классов, как по причине ОРВИ, так и из-за случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На дистанционный формат обучения до особого распоряжения переходят все учреждения дополнительного образования. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий, подчеркнула глава города Елена Лапушкина. Дом образования жестко закрываем до особого распоряжения, потому что там группы будут смешаны с разных школ, с разными моментами, вот эту цепочку нужно остановить. Продолжается контроль за соблюдением самоизоляции больными, которые находятся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19. Пациенты, зараженные коронавирусом, не должны покидать свои дома до полного выздоровления. На всех промышленных предприятиях необходимо усилить меры безопасности и ревакцинировать сотрудников согласно графику. Высокое значение по заболеваемости среди работников промпредприятий прошу уделить данному направлению особое внимание. Самарцам напоминают, для того, чтобы обезопасить себя и близких от новой коронавирусной инфекции, необходимо прививаться, тем более, что в городе сейчас имеются все существующие препараты для вакцинации и ревакцинации граждан. Ольга Павлова, Василий Колдашов, События. Чрево от осложнениями. Коронавирус, который снова набирает обороты в регионе, особую опасность представляет для людей старшего поколения. И единственная возможность избежать тяжелого течения болезни, по мнению медиков, вакцинация. Что такое COVID-19, семья Жуковых из села Кенель-Черкаса знает не понаслышке. И теперь они предпочитают прививку. Подробности в нашем сюжете. Резные светильники, вазы, рамы для фотографий, детская мебель и даже сани с лошадьми. Вот уже несколько десятилетий хозяйка этого дома в Кенель-Черкасах Валентина Михайловна живет в сказке. Все благодаря фантазии и умелым рукам главы семьи Виталия Александровича. Но в апреле сказке едва не наступил печальный конец, когда супруги заболели коронавирусом. Виталий Александрович оказался в реанимации. Его супруга в это время тоже лежала в больнице с ковидом, но болела им в более легкой форме. А когда домой-то выписали, я пришла домой, то мне тяжело. У нас есть курочки, собачка, надо кормить, а я одна. Я схожу к ним и всё, и ложусь на диван. Какая-то слабость. После того, как супруги выздоровели, сразу решили сделать прививку. Но им объяснили, что для этого должно пройти полгода. И вот перед Новым годом Валентина и Виталий прошли вакцинацию. Теперь, говорят, чувствуют себя уверенно. Ведь у них помимо детей, которые также привиты, 10 внуков и 10 правнуков, заразить которых они не хотят. Хочу обратиться к населению Самарской области, чтобы прививались от ковида. Это только сохранит им здоровье и всё остальное. Мы, например, я привился, жена привилась, дети, внуки, все попривились. И им желаю, чтобы все прививались, не капризничали. Это их, как говорится, здоровье. В регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. В группе наиболее высокого риска тяжёлого течения болезни и неблагоприятного исхода относятся люди пожилого возраста. Чтобы избежать заболевания, медики советуют сделать прививку. На сегодня в области привито 53% населения. Повторно вакцинировано 44,5% жителей от планового количества. Среди представителей старшего поколения в регионе привито только 67%. Этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета. Виктория Шара и события. В Самаре продолжается строительство второго корпуса детского инфекционного отделения. Параллельно с основными работами производится и внутренняя отделка помещений. На каком этапе работы сейчас, расскажем в нашем сюжете. Масштабная стройка на улице Шверника идёт полным ходом. Здесь возводят второй корпус детского инфекционного отделения на 100 мест. На первом этаже будущего здания разместят реанимационные и приёмные отделения. На остальных будут лечиться пациенты с различными инфекциями. В планах оснастить больницу сверхсовременным оборудованием, чтобы можно было лечить не только существующие инфекционные болезни, но и те, о которых сегодня может быть ещё неизвестно. Однако об оснащении пока говорить рано. На сегодняшний день рабочие занимаются бетонными работами и параллельно в мастерских готовят элементы внутренней отделки, чтобы сократить время работы. Нами задача самим себе поставлена. О выполнении всех работ по сооружению конструктива максимум до апреля месяца. В апреле месяце мы приступим к кровли, чтобы выполнять. Сейчас уже ведутся внутренние работы по канализации, кирпичная окладка ведётся. По мере того, что возможно сейчас выполнять в зимних условиях. На объекте трудится порядка ста рабочих и четыре единицы специализированной техники. В ближайшее время планируют перейти на круглосуточный режим работы. Крепление котлована при разработке грунта было необычное. Стеснённые условия строительства и устройства было с военные крепления котлована применили. Строительство инфекционного корпуса ведётся в рамках государственной программы развития здравоохранения в Самарской области на 2014-2023 годы. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году. Губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства отметил необходимость энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической и онкологической помощи. И подчеркнул, что все новые объекты здравоохранения должны строиться опережающими темпами и учитывать требования текущего момента. Мария Елевина, Максим Гусев, События. Педофилам пожизненное заключение. Водителям большегрузов повышение платы по системе Платон. Должникам несгораемую сумму на счёте. Какие законодательные изменения вступают в силу в феврале, расскажет Светлана Кудрявцева. Февраль принёс россиянам ряд законов социальной направленности. Должникам теперь будут оставлять на счетах так называемую несгораемую сумму, остаток зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. В Самарской области это 11 985 рублей на душно усиление. Могут оставить и больше, если есть на попечении дети или инвалиды. Если ежедневенция есть, то сумма защищённая от взыскания, она может быть увеличена. Делается это не автоматически. Должники должны направить заявление в Федеральную службу судебных крестов. Но есть некоторые исключения. Некоторые виды должников, например, должники по алиментам, они не будут освобождены, то есть не будут защищены таким образом. Россиян защитят от покупки жилья в аварийных домах. Теперь все сведения о ветхости жилья граждане могут получить с помощью выписки из ЕГРН, Единого госреестра недвижимости. С 1 февраля закон обязал органы госвласти, органы местного самоуправления подавать в Росреестр сведения о том, что жильё признано аварийным, ветхим или подлежит сносу. Это позволит гражданам при покупке жилья увидеть эту информацию в ЕГРН и, соответственно, уже при полном понимании осуществлять какую бы то ни было сделку. С 1 февраля на 8,5% увеличивается плата по системе Платон в два раза больше, чем прогнозировали. Напомним, водители большегрузов должны оплачивать каждый километр проезда по федеральным трассам в счёт возмещения вреда дорожному покрытию. В системе зарегистрировано более полутора миллионов грузовиков массой более 12 тонн. За время действия Платона в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 миллиардов рублей, включая штрафы Ространднадзора. Эти средства направляют на капремонт дорог. Роспотребнадзор изменил постановление, которое оставалось неизменным почти два года. Сроки карантина для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом, теперь уменьшились с 14 до 7 дней. Связано это с тем, что распространяющийся сейчас новый штамм омикрон проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники. По предварительным данным, инкубационный период омикрона от 2 до 5 дней. У дельты он составлял в среднем 6-8 дней. С 1 февраля вступил в силу один из самых обсуждаемых и резонансных законов о пожизненном заключении для граждан, обвинённых в педофилии. Он вводится в двух случаях. Либо когда педофил совершил повтор на преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, за которое он раньше уже был осуждён. Либо когда он совершил впервые, но в отношении нескольких несовершеннолетних лиц подобные действия. С февраля в России вступает в силу новый ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах. Это касается погибших в ходе военных конфликтов, а также в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время. По новым правилам при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки, расстояние до жилых домов, рельеф и расположение источника водоснабжения. Местные власти в мирное время должны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Далее новости экономики. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас, Андрей, и уважаемые телезрители. Аналитики вновь прогнозируют повышение цен в России в этом месяце. Когда ждать снижения инфляции? Пока инфляцию не остановить, но к концу года Центробанка и Минэкономразвитие ожидают показатели в 4%, хотя сейчас в два раза выше. Но сначала о том, почему Роспотребнадзор против локдауна. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что введение локдауна, карантина или каких-то чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу в России не планируется. Количество заболевших будет увеличиваться, но в стране уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры, а также средства диагностики. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос введения федерального локдауна в стране в настоящее время не актуален и не рассматривается властями. Инфляция в России в этом месяце, по прогнозам аналитиков, составит 8,7%. Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года за счет ослабевшего рубля и роста цен на продукты питания и сырьевые товары в мире. По данным Росстата, инфляция в России в прошлом году составила 8,4%, хотя в конце 2020 года была чуть ли не в два раза меньше – 4,9%. К таким показателям инфляция может вернуться уже в конце этого года. Во всяком случае, на это рассчитывают Центробанка и Минэкономразвитие. Они ожидают показателей в 4-4,5%. Снегопады заставили жителей Самары скупать лопаты, снегоуборочную технику и противобуксовочные ленты. По данным одного из маркетплейсов, только за три недели января спрос на инструменты для уборки снега от российских продавцов вырос в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Эксперты связали это с приходом циклонов, которые привели к осадкам во многих регионах России. Наибольший спрос зафиксировали в 10 городах – в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Уфе, Омске, Воронеже, Казани и Самаре. Чаще всего покупатели выбирают автомобильные лопаты для уборки снега и крупные лопаты с колесами, которые подходят для дачного участка. В топе популярных моделей – товары от 500 рублей до 3,5 тысяч. Самые популярные модели снегоуборочных машин от российских продавцов обходятся в сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Другая популярная категория товаров для автомобилей – ленты из пластика, которые помогают вытащить забуксованную машину. Спрос на ленты вырос в январе в 11 раз. Новая жизнь для старого стадиона. Жители Куйбышевского района просят привести в порядок площадку стадиона «Буровик» и отстроить на ее территории спортивный комплекс. За помощью самарцы обратились к Александру Хинштейну. Сегодня он провел очередной прием граждан. Как будет решаться этот вопрос и о чем дополнительно жители города попросили депутата Госдумы, узнала Ольга Павлова. Там был каток изумительный для всех групп населения. У нас 8 школ и 7 детских садов. 8 школ двухсменных. И дети все ходили туда. С ностальгией вспоминает о стадионе «Буровик» жительница Куйбышевского района Самары Любовь Киселева. Когда-то спортивная площадка пользовалась огромной популярностью. Зимой здесь заливали каток и устраивали лыжные гонки, а летом ребятня сбегалась поболеть за местных футболистов. Со временем лоск территории утратила, хотя на стадионе по-прежнему можно встретить лыжников и поклонников здорового образа жизни. Вот он сам стадион, вот они дорожечки. Вот здесь МЧС проходит, здесь газопровод. С просьбой привести стадион в порядок к самарце обратились депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. В ближайшее время начнутся переговоры по передаче объекта из федеральной собственности в региональную и муниципальную, для того, чтобы в будущем разместить на территории стадиона «Буровик» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Ежегодно мы получаем средства на строительство таких факотов. В этом году Самарская область уже получила 80 миллионов рублей. Они зафиксированы в федеральном бюджете. И если мы сделаем все быстро, то в 2023 году абсолютно достижимо и посильно установить там необходимый факот. Без внимания не остались и жители железнодорожного района Самары. Горожане обратились к депутату Госдумы с просьбой ускорить процесс регистрации документов на оформление ТСЖ. Дома 10 и 10А в Байкальском переулке были сданы в эксплуатацию в 2020 году. За содержание общедомового имущества, внутриквартальных проездов и дворов отвечала одна из управляющих компаний города. Однако жители решили взять управление многоквартирными домами в свои руки и создали товарищество собственников жилья. В этом случае дальше ТСЖ само отвечает за управление тем домом. Никому другому уже не нужно проводить какие-либо конкурсы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал ускорить сроки подачи и регистрации документов ГЖИ. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. Сегодня день воинской славы России. Именно в этот день в 1943 году завершилась разгромом фашистских войск, одна из крупнейших битв в истории Великой Отечественной войны. Битва за Сталинград. 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги. У стен Сталинграда и в самом городе продолжались ожесточенные бои. Эта битва стала началом коренного перелома в ходе военных действий тех лет. Общие потери сторон составили более 2,5 миллионов человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Победа под Сталинградом стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. В память о погибших в сражениях Сталинградской битвы сегодня в Самаре возложили цветы к вечному огню. В торжественной акции приняли участие представители ветеранских организаций и силовых ведомств, областные и городские власти и депутаты. Наш долг, помните об этом, для того, чтобы этого никогда не повторялось, и для того, чтобы память о ушедших и погибших наших героях продолжала жить. Хоккеисты ЦСКА ВВС попали в затяжное пике. После исторической первой победы в обновленном дворце спорта, которая случилась еще в начале января, летчики проиграли 7 матчей подряд. Очередное поражение самарцам нанесли игроки за Уралье. Об этом и других новостях в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты ЦСКА ВВС уступили на выезде в напряженном матче за Уралью. Уже в первом периоде хозяева трижды пробили голки перасамарцев, на что летчики смогли ответить лишь одним результативным действием. Во втором игровом отрезке уральцы еще увеличили свое преимущество. Ну а в третьем периоде летчики полетели в погоню. На 47-й минуте Артур Сарваров сократил счет. Хозяева немного занервничали и до конца матча получили два удаления. Одно самарцам использовать удалось, но произошло это за 14 секунд до сирены. Автором гола стал Антон Угольников. Сравнять счет летчики так и не смогли. Поражение ЦСКА ВВС 3-4 и последнее место в таблице. До конца регулярного чемпионата самарцы проведут еще шесть игр. В Крыльях Советов произошли изменения в составе. Иван Игнатьев официально стал игроком самарской команды. Он перешел из Рубина на правах аренды до конца сезона. Крылья имеют право в дальнейшем выкупить 23-летнего нападающего. А вот другого игрока Рубин из аренды возвращает. В Казанский клуб вернется Сильвия Бегич. Хорватский защитник перешел в Крылья в сентябре прошлого года. За это время он провел в составе нашей команды 11 матчей и забил один гол. Также команду покидает Дмитрий Кабутов. Полузащитник играл в Крыльях с июля 2019 года. За это время он провел в составе нашей команды 83 матча, забил два гола и отдал 20 результативных передач. В прошлом сезоне Дмитрий стал лучшим ассистентом первенства России. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!